Детально изучить проекты по развитию города, отобрать из них лучшие и дать им путевку в жизнь. Такие важные задачи решали дублеры депутатов городской думы. В день самоуправления участниками проекта стали активисты из разных школ города. Подростки познакомились с народными избранниками, узнали о составе и структуре городского парламента, а также чем занимаются различные депутатские комиссии. Комиссия по бюджету. И мы как раз собираемся, обсуждаем вопросы, которые назревают или нам делают доклад администрации города, и мы задаем вопросы. Почему именно эти деньги в таком количестве пошли туда? И анализируем эту ситуацию. После встречи с депутатами дублеры отбирали лучшие инициативы участников конкурса «Идеи первых». Напомню, о старте проекта объявил глава города Андрей Воронов. Юным новоуренгойцам были предложены три темы – благоустройство, экология и социальные проекты. Участникам нужно было представить проект, как изменить или улучшить ту или иную сферу. Всего на конкурс поступило 32 идеи. Их оценивали дублеры депутатов и команды администрации. Юные управленцы разбились на мини-группы и тщательно изучали каждую идею. Мы сейчас работаем над арт-проектом для детей с ограниченными возможностями. Наша цель проекта – создать стенд, на котором дети с ограниченными возможностями смогут рисовать те же граффити, те же просто рисунки. У нас, в общем-то, проект по уже состоявшейся игре. Игра «Огонь и лед». Настольная игра «Огонь и лед». Возможно, вы слышали. Она уже разошлась нам тиражом в тысячу копий где-то. И мы планируем провести по ней турнир. Сейчас мы работаем над проектом именно на турнир, на выделение гранта и на проведение турниров по этой игре. Сейчас смету подсчитываем, что нам нужно, на что пойдут деньги. После работы над проектами состоялось заседание Городской думы. Провела его дублер-председателя, ученица школы «Перспектива» Агдалия Хосянова. На повестке – защита лучших проектов участников конкурса «Идеи первых». В каждом направлении представили по три инициативы. Например, обустроить масштабную прогулочную зону для велосипедистов и пешеходов, создать в Новом Уренгое городок профессий, установить в газовой столице фотобудку «Нурфото» и многое другое. После насыщенного рабочего дня ребята поделились впечатлениями. Я считаю, что эта работа очень интересная. Эта работа связана непосредственно с общественностью, потому что депутат – это как представитель в администрации, в правительстве народа. То есть именно депутат доносит то, что хочет сказать народ. Невероятное мероприятие, которое проводится уже не первый год. Я очень рада, что стою сейчас в данном месте, в администрации города Новый Уренгое, потому что получили большой опыт колоссальный. И я очень рада, что нас, детей, слышат и проводят подобные мероприятия. После заседания городской думы дублеры передали полномочия, устав и ключи от Нового Уренгоя своим старшим коллегам. Глава города Андрей Воронов и председатель городской думы Полина Шумова поблагодарили ребят за активность. Спасибо вам за продуктивную работу. В части реализации представленных идей обещаем мы, как взрослые, обязательно рассмотреть каждую из них и взвесить все за и против. Но вы уже четко обозначили, что идеи интересны, и есть место в городской повестке. Благодарим вас за данную работу, желаем вам всем успехов и очень надеемся, что буквально после завершения вашей учебы мы увидим вас, молодых, инициативных, креативных, именно вот на этих и на других местах. Успехов и удачи!